Привет! Тема сегодняшнего разговора – аквариумные сомики. Те рыбки, которые предпочитают донный образ жизни. Им там нравится, тихо, спокойно и личинки комаров не кусают. Прикинулся бревнышком и лежи за горой в ожидании обеда. Но оно ведь это не всегда так уж и плохо. Уже хочется стать самым, а? Большинство аквариумных сомиков неприхотливы к условиям содержания и содержать почти всех сомов можно попытаться даже с хищниками, даже маленьких, так как тела этих сомиков защищены костными пластинами и проглотить такого защищенного доспехами рыцаря довольно сложно. Но потрепать все же могут, учтите этот момент. Тут еще, конечно, многое зависит от размера сома. Одни из них просто малышки, зато другие сами кого хочешь проглотят. Особо ярким окрасом большинство сомов не блистает. В основном они все маскируются под дно, за исключением некоторых видов коридорусов. По поведению разные виды сомиков ведут себя по-разному. Одни активны, другие не очень. Кто-то предпочитает день, а кто-то сумрак. Но обычно предпочитающие сумрак сомики, обжившись в аквариуме, плавают и днем. Хотя встречаются отдельные экземпляры, высунут нос из травы и лежа на пузе, наблюдают за происходящими в мире процессами, не имея особого желания в них мешаться. Если это, конечно, не обед. Про некоторых из сомов, которых я перечислю ниже, уже есть видео на канале с подробным описанием условий содержания. Про остальных видео в планах скоро будет. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Ну что, давайте начнем перечислять этих замечательных любителей дна. Всех, конечно, в этом видео не перечислим. Для начала только самых популярных. И давайте начнем с мешкожаберных сомов. Родом они из Юго-Восточной Азии. Мешкожаберные сомы не отличаются с ногсшибательным окрасом. Зато они интересно выглядят в смысле строения тела. И за это их любят. Длинное тело и усищи. Ну чем не красавец. Насчет совместимости все сложно. С мелочью типа гуппи лучше не сажать. Эти гиганты, запросто вырастающие до 30 сантиметров, просто их слопают. Мешкожаберные сомы представляют опасность не только для мелких рыбок. Человеку их также стоит опасаться. У этих длинных усачей на грудных плавниках есть ядовитые шипы, укол которых весьма чувствителен. Активны сомы в основном в сумерках. Днем тоже плавают, но мало. Стараются отлеживаться в зарослях в ожидании корма от хозяина или наивной мелкой рыбки. К условиям содержания особых претензий не предъявляют. Следующий сом также немного гигант без претензий на особую красоту тела. Это клариус, а именно ангольский клариус. Просто у него окрас поинтереснее, чем у другого клариуса, батрахуса. Родом ангольский клариус из Африки. Строением тела он похож на мешкожаберного сома, только спинной плавник отличается. А вот окрасом совсем не похож. У него светлое тело и темные пятна. Все-таки в этом есть своя красота. С совместимостью есть проблемы. Всю мелочь в аквариуме слопает и не задумается. Обычно он это делает в сумерках и ночью. У этого гиганта, а вырасти он может до 35 сантиметров, также есть шипы на грудных плавниках и они ядовитые. Поэтому при обслуживании аквариума необходимо быть осторожным. К условиям содержания неприхотливы, если конечно не считать объем аквариума. Желательно, чтобы он был не менее 300 литров, лучше больше. А теперь давайте перейдем к сомику с оригинальным поведением. Это сомик перевертыш синодонтис. Их несколько видов, около 130. Родом эти оригиналы из Африки. Главная особенность этих сомов в том, что они очень часто плавают кверху к пузам. Зачем они это делают, никто точно не знает. Может плавая вверх брюхом, сом находит корм там, где его не видят другие рыбки. Эта прелесть может украсить любой аквариум. Разные виды имеют разные размеры. Самый крупный вырастает до 30 сантиметров. К рыбам, сходным по размеру, этот сомик равнодушен. А вот уж прям мелких может и слопать, особенно если голодный. К условиям содержания синодонтисы не очень привередливы. Таракатумы. Одни из главных любимцев аквариумистов. Как опытных, так и начинающих. Родина этих сомиков водоема Центральной и Южной Америки. Вырастает в среднем до 12-13 сантиметров и имеет привлекательный окрас. Активный как в сумерках, так и при дневном освещении. Иногда очень активный. Могут перекопать весь грунт в аквариуме, если он достаточно мелкий. Они не хулиганят, так сомики ищут пропитание. Мирулюбивы, никого не обижают, к условиям содержания неприхотливы. А теперь перейдем к самым липучкам. Анциструсы. Родом из Южной Америки. Рыбы с интересным строением тела, привлекательным окрасом, особенно у некоторых, и интересным поведением. Они легко липнут к любым твердым поверхностям при помощи рта присоски. Это оригинальное приспособление помогает анциструсам питаться, соскабливая водоросли с различных поверхностей. А еще присоска очень выручает на сильном течении, не позволяя смыть сомиков в неизвестности. Видов анциструсов целая куча и постоянно находят новые и вместо видовых названий у них номера. Но не успевает им давать достойные имена. Вырастают они в среднем до 15 сантиметров, есть и мельче. Сомики мирные и уживаются почти со всеми рыбками. Между собой могут поцапаться из-за плантаций водорослей, которыми питаются. Обычно эту проблему решает объем аквариума. Параметром воды неприхотливы. Далее у нас на очереди самы птерегоплихты. Родом эти красавцы из Южной Америки. Эти присоски будут покрупнее предыдущих сомиков. Вырастают они до 50 сантиметров. Имеют запоминающиеся строение тела и примечательный окрас. В аквариуме смотрятся просто изумительно. Этакое спокойное гигантское великолепие. Присоску используют также как анциструсы. Несмотря на свой крупный размер, сам эти достаточно миролюбивы. Если слопают какую-нибудь мелочь, то скорее по случайности, чем специально. Терегоплихты вегетарианцы и в животном корме особой нужды не имеют. К условиям содержания главная претензия это объем аквариума. Вспомните о размере сома. А теперь у нас выходит на сцену ларикарии. Родом эти рыбки с запоминающимся строением тела из Центральной Южной Америки. Тело это главная фишка ларикарии. Оно очень тонкое и длинное, похоже на иглу. Окрас различен, зависит от вида, которых очень много. Разные виды имеют разные размеры. Можно подобрать сомика для аквариума практически любого объема. Самые крупные вырастают до 35 сантиметров, есть и мельче до 10. Родприсоску применяют, как и предыдущие сомики, для питания и удержания на быстром течении. Рыбки достаточно неприхотливы, очень любят чистую воду. Характер мирный, можно содержать и с мелкими рыбами. Крупных хищников соседи лучше не сажать, они могут принять мелких ларикарий за короб. Закончим с липучками и вспомним сомика платидороса. Родом этот красавчик из Южной Америки. Эти сомики интересны не только своим строением тела и окрасом, они еще и говоруны. Их за это называют поющими самами. Звуки они издают двумя способами, при помощи грудных плавников и при помощи плавательного пузыря. Вырастают эти сомики в среднем до 15-20 сантиметров, зависит от объема аквариума. По характеру достаточно миролюбивы, однако крупные сомы начинают посматривать на мелких рыбок, как на корм. Ведут в основном сумеречный образ жизни и в аквариуме их иногда очень сложно увидеть. Любят прятаться. К параметрам воды не особо привередливы. А кто там у нас следующий? Стеклянный сомик скромняга. Он прямо-таки прячется за своей стеклянной прозрачностью. Они настолько прозрачны, что сквозь них можно увидеть растущие за рыбки растения. Мутноватенько, но видно. Из-за этого их иногда называют призраками. Родом этот сомик призрак из Юго-Восточной Азии. Вырастает эта призрачная красота в среднем до 8-9 сантиметров. Очень миролюбив и пуглив. Чтобы пугливость не перевешивала миролюбивость, содержать этого замечательного сомика лучше в стае от 10 рыбок. В общем, чем больше, тем лучше. Они в стае и смотрятся интереснее, особенно когда стая меняет направление и свет на сомиков начинает светить под другим углом, изменяя оттенок его окраса. Если, конечно, прозрачность, можно назвать окрасом. Параметром воды главная претензия у этих рыбок – это стабильность этих самых параметров. Для начинающих рыбка это не очень подходит. Коридоросы. Вот он рай для начинающих аквариумистов. От разнообразия видов этих сомиков голова может закружиться. Их более 200. Среди них есть как малышки, вырастающие в среднем до 3 сантиметров, так и сомики побольше, вырастающие до 10-12 сантиметров. Расцветка у них весьма разнообразна. Есть и альбиносы. Особо яркого окраса нет. Видимо, для донных рыб такой окрас ни к чему. Нельзя быть слишком приметным. Для этого они, собственно, и выбрали дно для жизни. Однако некоторые коридоросы плевали на этот стереотип и надели одежку поярче. Например, сомики панда, венесуэльский и золотистый. Рыбка крайне мирная и никого не трогает. Лучше содержать стайкой, начиная от 4-5 рыбок. Так им спокойнее живется, да и наблюдать за такой семейкой гораздо интереснее. Они так прикольно снуют по дну, шевеля своими усиками в поисках корма, а червашки да и только. На этом пока все. Не забудьте посмотреть более подробные ролики про сомов на моем канале. Здоровья вам и вашим питомцам. Пока!